Привет друзья! Пришло время подытожить 2018 год и выбрать смартфон до 200 долларов. Именно эта сумма, которая есть золотой серединой. Смартфон за сумму примерно от 130 до 200 долларов будет очень хорош. С неплохой камерой, процессором и звуком. То, что можно носить и то, что не очень жалко будет разбить или потерять. То, на что не нужно будет брать кредит. Это такой смартфон, который устроит большинство пользователей. Это самые покупаемые смартфоны. С них уже начинается комфортное пользование и качество. Только одна ремарка. Не будем пихать сюда ноунеймы, постараемся сконцентрировать внимание на популярных устройствах. И это будут не только Xiaomi. Ведь мы знаем, что они у нас короли бюджетников. Ладно, давайте без слишком длинного вступления, постараюсь подсказать вам варианты. Вы на канале Smart Plus. Поехали! Пятое место. Тут сразу два смартфона. Meizu M6 Note и Meizu M6s. Почему пара? Да, чтобы устроить большинство пользователей. Один побольше, другой компактный. Meizu M6 Note уже здорово подешевел. Хоть и вид у него не трендовый, ведь такие рамки уже не в моде. Зато его сильные стороны это цельнометаллический корпус, конечно же качественная двойная камера, 5.5 дюймовый Full HD IPS дисплей, проверенный и энергоэффективный процессор Snapdragon 625 и отличная автономность с батареей на 4000 мА. Потому данный смарт отличное решение, кому не важны тренды, а вот желание сэкономить есть. От 121 доллара за версию 3.32 гигабайта. За 130 можно взять черный или синий на Алиэкспресс. И у нас они тоже продаются. Отличная цена за такой смартфон, ведь изначально он стоил больше 200 долларов. На канале есть обзор, можете посмотреть. Что касается Meizu M6s. Это более компактный смартфон на 5,7 дюймов. С разрешением Full HD+. С неплохой камерой и очень удобным сканером отпечатка пальцев для разблокировки, который расположен сбоку. 16 мегапиксельный модуль основной камеры с апертурой f2.0 будет делать достойные снимки для своей цены. Игры тоже получится поиграть, но не на максимальных настройках, если это тяжелые игры. А главная цена. Смартфон такого уровня и за 133 бакса. Ну чем не вариант? 4 место. Huawei Honor 8X. Для перфекционистов скажу Honor 8X. Тут я конечно смотрю будущее, поскольку только недавно этот смарт поступил в продажу на момент записи данного видео. И стоит сейчас чуть больше чем 200 долларов. Но я уверен, что цена будет 200 и меньше. Так что ставьте лайк данному видео, если смотрите уже тогда, когда они стоят 200 баксов и меньше. В целом отличный смартфон. Современный дизайн. Актуальная и свежая прошивка. Стильный внешний вид. Отличная камера и свежий процессор Kirin 710. И конечно фирменная оболочка. Экран на целых 6,5 дюймов. Ну в общем классный смартфон. Просто только на четвертом месте, поскольку стоит еще дороговато. А так, кто знает где бы он был через месяц или два. Но он явно стоит нашего внимания. Кстати, есть также Xiaomi Mi 8 Lite. Если он опустится ниже 200 долларов, то это огонь за эту цену. Держим кулаки. Третье место. Xiaomi Mi A2 Lite и Redmi 6 Pro. Опять парочка. Оба этих смартфона идентичны по начинке и внешнему виду. Отличие в прошивках. Redmi 6 Pro смартфон с оболочкой MIUI. Это родная оболочка компании Xiaomi. Которую напихали под завязку функционалом. Только есть одно но. Официальной глобальной версии прошивки на него нет. Есть только мультиязычные кастомы, которые продавцы ставят при отправке. Но если заказывать, то лучше на всякий случай уточнять этот момент у продавца. А нет глобалки, потому что есть Mi A2 Lite. Смартфон, который получил чистый андроид в качестве оболочки. И направлен на глобальный рынок. При использовании такое впечатление, что держишь два одинаковых устройства в руках. До тех пор, пока не начинаешь ими пользоваться. И это оказывается два разных устройства. Вот она. Оболочка, которая решает. Но все же, производительность и камера очень схожи. Их плюс в компактных размерах, неплохой производительности, отличной автономности. Ведь батареи на целых 4000 мА. Двойные камеры делают неплохие фото. И при съемке видео есть электронная стабилизация. Также можно купить версии на 4,64 гигабайт или 3,32. А плюс в том, что лотки данных смартфонов поддерживают две сим-карты и карту памяти одновременно. А главное их цены. Начиная от 135 долларов на данный момент. Смотрите обзоры данных смартфонов на канале. Сюда же можно отнести Mi A2 и Mi 6X. Это старшие братья данных смартфонов. По аналогии, работает на чистом Android и MIUI. Имеет более мощный процессор Snapdragon 660. Чуть лучше камеру, но меньшую батарею на целых 1000 мА. И также стоит до 200 долларов. Но наш топ не резиновый, потому едем дальше. Второе место неожиданно Sharp Aquas S2. Данный смартфон просто красавец за свою цену. На канале есть обзор, при желании посмотрите. Подсказка сверху справа. Я покупал его в Китае, но сейчас их там уже нет, я смотрю. Потому ищите на вторичке или через сервис e-каталог. Ссылку я оставлю в описании. И вам выдаст лучшие цены на данный гаджет в Украине или России. Вот смотрю, в Украине можно купить. Правда чуть дороже, чем ранее покупал я. Зато с гарантией и тоже до 200 долларов плюс-минус. Чем он хорош? Во-первых, классный экран с глазком сверху. Достаточно стильный и современный внешне. 4,64 гигабайт памяти. Наличие модуля NFC. USB Type-C. Процессор Snapdragon 630. Двойная камера, хороша тем, что имеет отличную светочувствительность. И делает достаточно неплохие фото. Я пользуюсь им лично, как основным смартфоном уже примерно полгода. И он меня пока устраивает. Если бы не нравился, вам бы не советовал. Но учитывайте, что лучше им пользоваться на седьмом андроиде. Ведь по отзывам, у некоторых пользователей возникают проблемы с сетью на восьмом андроиде. Уж лучше, наверное, дождаться девятого к этой модели и тогда обновляться. Но я пользуюсь на восьмом и не испытываю дискомфорта. Видимо, от оператора и его частот зависит тоже. Автономность устраивает. Производительность тоже. NFC пользуюсь постоянно. Смартфон, конечно, не флагман, но большинству хватит с головой. А еще радуют его габариты. Очень удобен в кармане. В общем, неплохой вариант для тех, кому нужно компактное устройство с NFC, хорошим экраном, камерой и процессором за вменяемые деньги. Ну и вот мы добрались до парочки лидеров, что захватили бюджетный и среднебюджетный сегмент смартфонов. Первое место. Это Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro. Это два народных смартфона, ну и до сих пор лучшие по праву в своей ценовой категории. Причем отличаются они больше внешне. Ведь челка сейчас в моде у производителей. Что бы их. И Redmi Note 6 Pro вот только вышел. И он точно не будет хуже Redmi Note 5. Почти тот же смартфон, только в новом дизайне. Но и ряд улучшений он тоже получил. Его успех в том, что за весьма скромные деньги мы получаем отличный 6-дюймовый дисплей, отличную автономность благодаря батарее на 4000 мА в этих смартфонах, хорошей светочувствительной камере, что дает возможность сделать снимки по ощущениям, как на более дорогой смартфон. И конечно производительность 636 Snapdragon, что выступает с сердцем в этих двух смартфонах. Он будет давать отличное быстродействие и неплохую производительность в играх. Хоть и не флагманскую конечно. И все это за очень доступный ценник. Вот какой удачный вышел Redmi Note 5, что добавили монобровь и назвали его Redmi Note 6. Также значительно улучшили основную и фронтальную камеру. Смотрите обзор на канале Smart Plus. Мало того, мы еще и сравним его с Redmi Note 5. Напишите в комментариях, что из этого топа выбрали бы вы. Напишите о вашем выборе до 200 долларов. Ведь годных смартфонов очень много. Может вы поможете определиться кому-то. Ссылки на все эти смартфоны для покупки у нас и в Китае для экономии будут в описании. А с вами был Smart Plus и его топ 5 лучших смартфонов до 200 долларов на конец 2018 года. Всем хорошего выбора. Подписывайтесь на канал и все будет класс. Всем до скорого.